Владимир Путин Это мы пока не с кем так плохо Серьезная поддержка, если бы этого не было, нам бы трудно было с вакцинацией Самая эффективная вакцина, это российская, это признано во всем мире Это объективные данные Президент не привился, почему? Ну, сам когда сделает, поставит эту себе вакцину, он об этом сообщит В России большой популярностью пользуются продукты из Белоруссии Они всегда качественные и, как правило, свежие, доступные по цене Роспотребнадзор рекомендовал розничным сетям изъять из оборота соль, производимую Украиной и Белоруссией Основанием для такого решения стало то, что в ходе проверок были обнаружены различные примеси Которые не соответствуют требованиям пищевой продукции При этом в настоящее время украинская и белорусская специя занимает 56% российского рынка соли До позднего вечера длилась встреча президентов России и Белоруссии Общение в Сочи продолжалось более шести часов Владимир Путин вышел лично проводить Александра Лукашенко до машины Лидеры тепло попрощались, обнялись и пожали друг другу руки И там же в Красной Поляне после катания на лыжах Президенты сегодня пообщались в неформальной обстановке за обедом Прибывший в Сочи перезревший картофан приехал продаваться Цену запросил он в этот раз высокую, поэтому осмотреть товар приехал лично бункерный Естественно, такой повод дед из ямы вылез, надо его пофотографировать в рабочем состоянии Смотрите, он двигается, рулит снегоходом, жмет руку, улыбается Ну, не только указания раздает и призывает кого-то, выдает нужный объем совещаний Ну и ходить умеет, руку держит нормально, на лыжах стоит, ну как настоящий в принципе Правда, пришлось нагнать несколько батальонов ССО, чтобы изобразить всенародную поддержку и любовь И, конечно же, среди холопов есть искренне любящие деды-индивиды Но опасения охранки по поводу рейтинга беспрецедентной поддержки все же есть Ну а Лукашенко, как опытная в отношениях с Россией проститутка, прибывающая по вызову в любое Означенное другим пенсионерам время и готовая вставать теперь перед ним в любую позу После всех мероприятий проснется с неприятным ощущением в одном месте от кредитного договора Небрежно запиханного другим любителям всего такого Мои такие ощущения, это ощущения, я не говорю, что я основываю их на фактах каких-то В этом году, по ощущениям, мне кажется, что картофель будет ценен Но ощущения от предвкушения битья и расправы собственным народом, на что он и получил деньги Собранные как дань с российских немного потерпельцев Перекрывают все позорные часы совместного времяпрепровождения с российским коллегой по несчастью Андрей, разрешите быть полезным, Назаров тут давеча дал внезапное интервью журналисту Нуна Ему по совершенной случайности, который специализируется на статьях скандально-политических И вот этот самый сервильный безработный тренер решил чесануть языком Как предподъездная бабка про якобы бывший инцидент с игроком хоккейной лиги Артемия Панарина Само это резонансное интервью, которое сейчас очень активно раскручивают и Арти, и другие кремлевские помойки Пришлось, кстати, после того, как игрок выступил в защиту Навального Не вдаваясь в подробности, я скажу, что никакой истории с Панариным в Риге в 2011 году не было Никакой девушки Артемий не избивал, и Назаров совершенно точно лжет по политическим мотивам Достаточно просто знать, что его отец и брат это довольно видные ядросы В своем оральном пасквиле он допускает множество фактических ошибок И в частности о том, что на утро надо было лететь в Минск Но в Минске Витязь должен был играть через 9 дней Ссылку на подробный разбор этой лжи от Назарова я оставлю в первом закрепленном комментарии Вопреки пропаганде в Штатах никакого расследования никто не начинал Нью-Йорк Рейнджерс и НХЛ поддержали Артемия, заявив, что клевета на Панарина Скорее всего связана с его критикой правительства России Рокисту предоставили отдых, чтобы он смог просто-напросто прийти в себя после обвинений Но в ситуации, когда столько много политических и мер Когда воспитанные в стадности, оглядываясь, присоединяются к торжеству прямой извилины и растоптанной совести Поддержать тех, кто не продается, кто не изменяет принципам и остается в числе здравого меньшинства Я считаю, необходимо У нас очень мало актеров, публичных персон Кто не хотел бы совершенно бесплатно вступать в сообщество придворных скоморохов Мы должны подбадривать тех, кто находит в себе нравственные силы и идти против течения Поэтому Артемию я выказываю свою поддержку и вас к этому призываю Многие ли из вас знают, что утвержденные в ГУЛАГе нормы на содержание одной сторожевой собаки Были выше норм на содержание одного узника А многие вообще знают число этих узников, этих жертв Да и что это даст, если нынешние жители России могут совершенно спокойно оправдывать жившего когда-то упыря Оперируя цифрами с шестью нулями Миллиона больше, миллиона меньше Это не то, это другое Жизнь человеческая не ценится, потому что сами живущие эту жизнь свою обесценили Их можно продать, их можно купить, можно вычеркнуть их имена А они будут через поколение оправдывать эти действия индустриализации и прорывами рывками Спрашиваешь, а сейчас-то тогда что тебе не нравится? Отвечают, это не то, это другое Нет, мои дорогие, это все тоже Просто через призму доступности пока что информации Это все те же воры, убийцы и их тела О чем сейчас мы можем просто узнать быстрее за счет просочившейся в эти края цивилизации С которой нынешние наследники тех ублюдков начинают бороться Но я отклонился от темы Так вот, это вот голосование между Феликсом и Невским Как и все связанное с мнением населения в этой стране Это чекистская спецоперация Спецоперация по отвлечению внимания От чего, спросите вы? От тех бередящих сознание сюрреалистичных процессов Которые политехнологи не смогли хорошо организовать Я говорю про всю эту вакханалию, связанную с Навальным И теперь им надо отвести дискуссию тех, кто умеет пока что дискутировать На очень раздражающие темы Которые наполнены очевидным, хорошо считываемым символизмом Что должно вызывать в массе людей ожесточенный спор Так вот, я предлагаю не обращать внимания на эту шумовую завесу Но в качестве троллинга этих ребяток Я предлагаю проголосовать лайком за памятник задницы Которую необходимо, на мой взгляд, установить анатомической глубиной В сторону здания чекистской мразоты Оль, я не могу понять, в чем дело Чья эта акция Я не понимаю, что это значит Но в третьем магазине мне уже дали денежку Мне уже дали сдачу На которой какие-то загадочные письмена И я не в курсе того, что за всероссийская акция проходит На тысячу рублей написано Самая известная в России фамилия А потом Икс, Игрек и Ело Вот я не понимаю, что имеется в виду Почему-то теперь таким образом маркируются все купюры Что это значит, я не понимаю Спасибо, что открыли А то мы все с безналом Лишены вот этих вот средств информирования Ну, пойми, да Вот сцепившись с интеллигенцией Путин может либо погибнуть от ее хилой лапки И он будет не первым Либо все-таки он вынужден будет ее уничтожить Субтитры создавал DimaTorzok